Время не 8.40, я последняя на завтраке. Сейчас встаем и пойдем. Вот так выглядит тема с рюкзаками. Видите, у всех прикреплены вот такие бумажки с адресами. Кто куда едет. Кстати, даже чемодан привез. Вот мой маленький реблячочек с дождевиком. Мои одинокие ботинки. Время уже 9 утра. Все, сейчас обуваюсь и выхожу. Ну все, покидаю Антонас. Времени уже перевалило за 9. Впервые иду налегке без рюкзака. Идти 35 километров. И я очень рада, что на такой длинный путь я пойду налегке. Сегодня 20 градусов всего. Довольно прохладненько на улице. Вот, со мной кепка и вытрулька еще в компании. Так как я без рюкзака, у меня, соответственно, больше сил. И появится возможность заходить, подходить к достопримечательностям, заходить в храмы, в церкви. Вот, и что самое важное, это оглядываться по сторонам, потому что этот конец, когда ты уже совсем уставший, последний час, обычно, самый тяжелый, ты под этим рюкзаком уже весь скукошиваешься настолько, что видишь только пол. Поэтому расчет на то, что я сейчас буду наслаждаться, действительно, пытаться наслаждаться временем в пути. Вчера был бодрый вечерок в компании пилигримов. Я много всяких интересных историй послушала от других людей. Много новой любопытной информации для себя собрала. Но я не буду так подробно уже рассказывать того, что мы сидели очень долго, и народу было дофига. И если я буду вспоминать что-то в процессе пути и хотеть рассказать, то я буду рассказывать. Вот, и так просто балдежно по себе. Зацените у меня кепка джотера. Мне так нравится эта травка. Так она аккуратненько пострижена. Надо сказать, что я своим видом без рюкзака смущаю людей. Потому что у меня лук вообще утро. Как будто я просто внезапно оказалась на дороге, пришла совсем не пилигримы, млю, млю. И спрашивают, где мой рюкзак. Потому что даже вчера тот же Августин шел с маленьким рюкзачком. И не смущал людей своим легким видом. Это же Августин. ну попробую зайти первый храм на моем пути без рюкзака есть высокая вероятность того что я свою бутылку потеряю потому что обычно когда она нигде не лежит я везде свои бутылки оставляю сколько всяких разных бутылок потеряла пластиковых когда мы путешествовали закрыт а написано интервью за другой стороны что я тупую в общем там какой-то музей вместо храма я загляну заходить не стала как же мне нравится вот эта штука на горе как же круто выглядит отсюда я из-за дерева снимаю глухо видно но я на других видосах уже должна была показать как же я хороша жизнь без рюкзака какое это удовольствие я так наслаждаюсь этой легкостью конечно уже через неделю я вообще забуду о том что я когда-то носила рюкзак но пока ко мне возвращается аппетит ко мне возвращается желание смотреть по сторонам что-то изучать исследовать мой мозг работает чище и с большим желанием напрягается пираты я сейчас минут 30 поднималась в гору и каждый минут пять думала о том как хорошо что я без рюкзака смотрите как я высоко а знаете что тут на горе советский союз зачем если с нее надо опять слезать не понимаю этого прикола сейчас я вот по этой почти отвесной дорожки побегу но вид конечно классный как же мне нравится на поле смотреть очень красиво и и непонятно куда идти где там конец у этой дороги идет сбор подсолнухов но мы уже выяснили что так и должно быть они должны быть такими черными горелыми и стрёмными мертвыми чтобы с ними потом вот так поступили и пустили на масло или может быть даже на семке прикиньте вот здесь вот в этом здании внутри альберги я туда зашла там с левой стороны место где можно молиться иконы стоят а с правой стороны три двухэтажные кровати и очень веселый итальянский дядюшка всем этим заведует он такой пилигрим или нет да я вот такой пилигрим на легком на уровне сложности легком город моего привала захожу уже наверно часов 6 логичка почти закончилась отличие ходить с рюкзаком без рюкзака подробнее расскажу уже когда дойду до отеля сейчас пойду искать сок речка прям как солнечногорске но вроде как это сотворенный человеком водоем вспомнила вчерашнюю дичь на ужин с пилигримами когда я общалась с канадкой пожилой канадской пожилой леди я значит со своим пивом там сижу вот и она такая ой ты пьешь пиво а я думала вы русские пьете только водку и пиво пьем мы и мешаем это между собой она такая я говорю да да это называется ёрш можно что угодно с пивом смешать она такая боже мой вы алкаши я говорю нет это очень вкусный шикарная штука вот так она сказала что в канаде не любит шоты ну может быть может быть очень красивый отель в центре пронисты который есть я сейчас пойду изучать мой номер 109 если честно я не помню сегодня в прайоте или видимо да столь что вот мой номерок во фрамисте у меня опять две кровати чей-то слева я опять ближе к окошку что у нас тут за виды красота елка стоп вижу пивняк шикарно цветочки телек у меня зацените ванна но к сожалению у меня нету ломбочек в принципе хотя можно не покупать улица ванны не очень любят они ванны ну ладно посмотрим город фрамиста я тут хожу изучаю местные достопримечательности те которые я изучала обещала что это будет самый красивый город на пути но это не так город я ожидала конечно чего-то прям супер великолепно но город ощущается скучным и тут что-то что-то пытается сдуть мою кепку мне приходится держать ее рукой ну такое норм сейчас пойду обедать короче посмотрите какая полярусть это же лягушка лягушка и там и вот там лягушка еще одна и на кругу такой глаз не фонтан грустная женщина в окружении лягушек в окружении лягушек ужин в ресторане при отеле я планирую сегодня побыть одна хочу поделать дела свои в телефоне пробую местный суп ни разу еще супы не брала смотрите сопа сопа даже написано что это за сопа национальный чесночный суп с чесноком здесь все четко нострый как надо в общем сейчас будем постирать уже давно в испании нахожусь но еще ни разу на видео не записывала этих офигенные подушки блин они такие крутые вообще мне так нравится и так удобно и везде они одинаковые и везде я от них кайфую и балдею и прекрасно сплю почему во всем мире такие подушки это же вообще класс мне бы еще три таких штуки я вообще была бы счастлива блин ребята еще раз из будущего к вам обращаюсь про суп про суп то я забыла сказать короче суп значит чеснок он очень сильно переваренный разваренный ну я полагаю так и должно быть прям вот буквально крем никакого чеснока разумеется там не чувствуется абсолютно абсолютно на вкус как ничто безвкусный совершенно очень жирный просто до невероятного состояния как ладно я не буду не буду приводить сравнение очень жирный масляный какие-то намеки на курицу ну такое чувство что туда запустили просто типа знаете 100 грамм куриной грудки на 10 литров супа вот такое один раз наверное есть смысл попробовать если вы в Испании на севере ну а так вообще жижа-ма-жижа мэр 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 Продолжение следует...